Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Дорогие дамы и господа. Подошло время. Нам с вами встретиться в нашей радиопередаче неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. И, конечно же, мы сможем и задавать вопросы, и обмениваться мнениями. Сегодня, кстати, очень много разной всячины, о которой бы я хотел с вами обсудить. Итак, мы вещаем на волне 14.30 а.м. 99.1.10 ф.м. Также вы нас можете видеть и слышать на нашей интернет-страничке RadioNVC.com На нашей страничке Facebook RadioNVC Ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале RadioNVC Те из вас, которые пользуются электронными гатчетами, вы также можете загрузить наше бесплатное приложение на ваши айфоны и айпяды. Сможете нас видеть и слышать таким образом. Ну а те, которые используют платформу Android, пожалуйста, выходите через ваш веб-браузер на нашу страничку RadioNVC.com И, опять же, станете абсолютно полноправными участниками нашего неполиткорректного ток-шоу. Итак, еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Ну а сегодня у нас целое множество интересных новостей, которые произошли буквально за последние пару дней. И практически, что для нас не совсем привычно, в основном все эти новости хорошие для тех, которые действительно любят эту страну, действительно хотят, чтобы эта страна процветала, чтобы она была страной номер один во всем мире. Ну и к этому, конечно же, предлагает все усилия наш президент Дональд Трамп, хотя некоторые из вас, нас в это не верят, а еще больше скажу, не хотят, чтобы Трамп победил, чтобы Трамп превратил эту страну, опять же, в страну великую, в страну могучую, в страну, с которой должны и обязаны считаться во всем мире. Но это уже, как говорится, ваши проблемы. Итак, мы начнем с того, что какое-то время тому назад Дональд Трамп, наш президент, внес так называемое предложение о том, что, в принципе, все те, которые просят политическое убежище в нашей стране, должны это делать, как говорится, в стране, первой в стране своего путешествия. То есть, конечно же, это касается всех тех из Центральной Америки, которые пытаются прорваться в нашу страну, то есть мы говорим о жителях так называемого североамериканского треугольника, это Эль-Сальвадор, это Гондурас и Гватемала. Так вот, мы все прекрасно знаем о том, что люди, которые пытаются попасть в Америку, получается так, они сначала проходят свои границы, там Гватемала, Гондурас, и потом Сальвадор, и потом переходят в Мексику, но интересная вещь в том, что мы всегда задавались одними и тем же вопросом. Если эти люди бегут от насилия, если они бегут от политического преследования, если они бегут, от чего бы они не бежали, то первая сторона, в которую они попадают, это Мексика. Теперь, в Мексике их никто не преследует, в Мексике, ну, будем говорить там, там есть работы, пожалуйста, то есть, если работ нет в Сальвадоре, в Гондурасе и в Гватемале, то в Мексике работы есть, Мексика из этих всех стран наиболее развитая страна, поэтому, попадая в Мексику, по идее, вы должны попросить политического убежища там, а не проходить целую страну, там сколько, 3000 миль, и потом, добравшись до Америки, просить убежища в Америке. Это, конечно же, было неправильно, тут это представляло очень много неприятностей, как для американцев, так и для, в принципе, для Мексики тоже, но тем не менее, почему, потому что это были люди, как бы транзитные, то есть, они абсолютно, их не интересовала страна Мексика, они просто через нее проходили, пытаясь попасть в Америку. Так вот, очень многие из нас задавались вопросом, если они бегут от чего-то, то почему они не просят политубежища в Мексике? И Трамп внес предложение о том, что эти люди, в первую очередь, должны попросить политическое убежище в Мексике. на что тут же эти дела, вернее, это дело попало в апелляционные суды, опять же, которыми руководят демократы, и в этих апелляционных судах было сказано, что нет, это незаконно, это неконституционно, и мы не имеем права этого делать. Кстати, очень интересно именно то, что некоторые иммиграционные адвокаты, в том числе наши русскоговорящие, должен сразу оговориться не те, которые рекламируются у нас на радио. Не потому, что они являются нашими клиентами, мы о них не говорим. Нет, совсем не поэтому. Мы об этом говорим именно потому, что это как раз те адвокаты, которые действительно знают законы, они понимают, что происходит с иммиграционным статусом, они не являются какими-то политическими фигурами и не пытаются зарабатывать какие-то очки в политических партиях. Это просто хорошие адвокаты, которые, я же говорю, знают свое дело и действительно помогают людям. Ну, а некоторые адвокаты, которые тоже считаются являются вроде бы иммиграционными, но в то же время являются чисто политическими, скажем так, когда-то в Союзе было такое слово аппаратчиками, которые всяческими силами, правдами и неправдами пытаются заработать какие-то очки у той или иной политической партии. Так вот, интересно, что именно вот эти иммиграционные адвокаты нас постоянно учат о том, что вот когда Трамп подал эту идею, они кричали, это абсолютно неконституционная идея, мы не имеем на это право, наша Конституция, наша то-то-то-то. Ну, и вот самое интересное то, что все это попало в Верховный суд на рассмотрение Верховного суда. И Верховный суд, внимательно изучив предложение Трампа, его администрации, внимательно изучив то, что происходит сегодня на границе и так далее, приняли действительно правильное решение, где они сказали ничего подобного. Трамп и его администрация имеют абсолютное право по нашей Конституции на то, чтобы требовать от тех людей, которые просят политическое убежище, просить их об этом в первой стране своего перехода границ своей страны. Что это значит? Да, это значит, что в первую очередь вот эти вот страны треугольника обязаны в первую очередь просить политическое убежище в Мексике. И уже пройдя законы Мексики, пройдя через их рассмотрение, вот там уже будет видно, что куда и зачем. В общем, короче говоря, новость, хорошая новость номер один для всех тех, которые борются против открытых границ, то есть мы фактически все нормальные, адекватные люди, которые понимают, что этой стране хорошо, что хорошо для этой страны, что плохо, мы все за то, чтобы эта страна, границы этой страны были закрыты для нелегальных эмигрантов. Так вот, для нас всех это замечательная новость, чем я вас поздравляю, несмотря на то, что есть некоторые оговорки в том, что вот мы будем там апеллировать, я имею ввиду противники этого положения сказали сразу, что мы будем куда-нибудь апеллировать, я не понимаю, потому что, ну, в общем, короче, пусть они апеллируют, но тем не менее, я, знаете, мне действительно очень нравится такое решение вопроса по одной простой причине. логика, по идее, должна все-таки иметь какую-то очередность. То есть, если люди бегут из страны А, проходя страну Б, и не прося полить убежище там, но тем не менее, идут в страну С, и там просят убежище, оно просто не имеет логики, не имеет никакой. Вы бежите от чего-то, вот вам, пожалуйста, вы перешли границу Мексики, просите там убежище. Нечего бежать аж до Америки. Давайте примем звонок. В общем, короче говоря, это у нас первая такая хорошая новость, причем это очень такая своевременная новость. Объясню почему. Во-первых, то факт того, что в Северной Каролине выиграли оба республиканца места в палате представителей, это очень важно. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Конечно, очень интересная тема и правильная. Сегодня немножко слушал украинское радио, я адвокат, видно, по тому, как он говорил по-русски, что он давно уже не живет в России, то есть, здесь вырос такая речь. Может быть, он даже не совсем русский. Но он говорил о чем? Когда ему говорили о легализации, как легализоваться, если человек неофициально, если человек нелегально, он произнес фразу, вы должны, мы поможем, мы все это сделаем, но вы должны будете вернуться в свою страну. Если вы хотите какие-то политические дивиденды иметь, вы должны там подать заявление. А это не дочинило, говорит нам о том, что человек, перешедший нашу границу, имеет право и обязанным из-за него, во-первых, его обеспечить, во-вторых, он должен получить все гранты, третьих и так далее, и так далее. Так, ни шо-ничто, с другой планеты, для них не существуют американские законы, совсем непонятно. Потому что, когда у меня девочки начинают сильно выдрючиваться, я говорю, у тебя что, сей поперек, что ты такая умная, что ты так выдрючиваешься и от всех отличаешься. Это их немножко шокирует. У этих людей тоже мозги не такие светлые, чтобы Америка в них сильно нуждалась. Они порой даже подметать не могут, это я вижу у себя на работе. Человек не может владеть даже метлой. И мне говорят, что я должен его принять, обеспечить, содержать и все остальное. Неужели никогда не найдется человека, который, в данном случае нашелся Трамп, который и среди адвокатов, их что, интересуют монеты в глазах, и законы для них не существуют, а почему они тогда адвокаты, почему они заканчивали эти юридические факультеты и изучали законы. Для кого? Для меня, чтобы мне сказать, отчего я не имею права. Ну, я вам отвечу на это, спасибо большое, вы абсолютно правы, спасибо. Я вам отвечу, вот, суть выступления адвокатов на сегодняшний день, я имею ввиду адвокатов, которые аппаратчики, политаппаратчики, которые тянут, простите за выражение такое вульгарное, которые тянут мазу за демократов, их первое объяснение в том, что в Америке существует закон, который гарантирует защиту адвоката, неважно, ты легальный, нелегальный и так далее. Да, в Америке действительно есть такой закон, который гарантирует всем, кто находится на территории Америки, гарантирует, ну, по крайней мере, так называемый due process, то есть, судебный процесс, в течение которого решается его судьба, так или иначе, ну, а для того, что так как это судебный процесс, то он имеет право на то, чтобы быть представлен адвокатом. Это одно, мы сейчас, мы с этим никто из нас не спорит. С чем мы спорим? Мы спорим с двумя вещами. первое, с чем мы спорим, это то, что люди, которые переходят границу нелегально, не должны иметь права вообще ни на что, кроме как быть абсолютно выставлены за пределы нашей страны. Все. Вот мы боремся в первую очередь за это, то есть, закрыть границы и не пускать сюда людей, которые перешли эту границу нелегально. Так? Теперь, второй вопрос. Люди, которые приходят в эту страну, здесь, в нашей стране, есть такой закон, это политическое убежище. Что это значит? Это значит, что люди, которые преследуются по политическим соображениям в стране своего проживания или в своей родной стране, они могут попасть, попав сюда, в Америку, они имеют право попросить политическое убежище. Если вы помните те, которые здесь, в этой стране давно, здесь когда-то был такой классный фильм, комедия называлась «Москва на гудзоне». Многие из вас его видели может быть в России или в бывшем Советском Союзе, я его смотрел здесь. Так вот, разговор шел, если вы помните, человек попал сюда легально, то есть он приехал сюда с труппой цирка, значит он пересек границу легально, так вот, как только он пересек границу, он имеет право на то, чтобы попросить политическое убежище и предоставив все свои доказательства, как говорится, сдаться на ну вот американскому суду. И суд должен решить, этот человек имеет право на политубежище или не имеет. то есть в первую очередь для того, чтобы иметь возможность попросить политубежище, вы должны быть в этой стране легально. Если вы перешли границы этой страны, нелегально вы не должны, давайте говорить так, вы не должны иметь право на политубежище. когда-то этот закон очень хорошо использовался Кубой. И у нас это называется Dry Land Law, то есть закон сухой земли. Что это значит? Если вы являясь допустим, ну вот пересекли океан или просто опять же это все было для выходцев из Кубы. те, которые бежали, беженцы из Кубы, политбеженцы, если они могли дотронуться ногой до дна на американской стороне, они имели право войти в нашу страну и попросить политубежище. Но так как в Мексике это не по идее не должно работать, то есть люди не должны переходить границу нелегально, то и тем более просить политическое убежище не имея на то никаких причин. Вот все вот эти вот народ из Центральной Америки ведь они не просят политического убежища, их там никто не преследует по политическим признакам. да, они бегут от нищеты, они бегут от разрухи, они бегут от вот этих убийств наркодилеров и так далее. Да, они бегут от этого всего, но это все не является причиной для политубежища, их там никто не преследует по политическим признакам. И тем не менее демократы естественно, кстати мы об этом поговорим более обширно после нашего возвращения после рекламы, но тем не менее демократы считают, что они имеют право на абсолютнейшие нарушения всех законов ради своей цели. И в принципе вот все то, что сегодня происходит на границе, оно конечно же не должно было бы происходить. И вот это именно то, с чем борется Трамп. Теперь уже показано за все те годы, когда люди переходят нашу границу нелегально и просят политубежище всего навсего 10 процентов из всего количества перешедших нашу границу нелегально только 10 процентов получают разрешение на политубежище. 90 процентов людей перешедших нашу границу не подлежат закону о политическом убежище, но они абсолютно ловко, опять же, с помощью вот таких иммиграционных адвокатов, они используют очень ловко закон того, что попав на землю Америки, ты имеешь право попросить политубежище, но никто, понимаете, самое интересное то, что человек может попросить политубежище, попав сюда, опять же, легально, и вдруг демократы решили, что, а это уже не важно, как он сюда попал, главное, что он попал, и теперь он просит политубежище, он попросил политубежище, ему выдали так называемую повестку в суд, суд, в лучшем случае, будет года через два, через три, а пока что его должны выпустить, как говорится, в общество, и вот тут, опять же, происходит проблема, его выпускают в общество, многие просто исчезают, просто исчезают, как говорится, растворяются в этом обществе, еще, также, многие, становятся абсолютно нарушителями наших законов, как криминальных, так и административных, участвуют в убийствах, в грабежах, в наркоторговле, и так далее, и, в конце концов, эти люди просто растворяются и становятся как бы нелегальными жителями, а им больше ничего и не надо, они идут, если они хотят работать, они идут на работы, где не требуется доказательство наличия разрешения на работу, ну, а те, которые воруют и продают наркотики, им тем более, как бы, гражданство ни к чему, поэтому, давайте, примем звонок, добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо за вашу передачу, хотелось бы сделать такое замечание, мне кажется, что вот эти все разговоры об эмиграции, демократах, им абсолютно все равно, эта эмиграция, понимаете, и главная задача сделать что-то против Трампа, и любыми способами помешать ему переизбраться на второй срок, это обычная внутриполитическая борьба, а средства хороши все, от вмешательства России до нелегальных эмигрантов, поэтому надо отталкиваться отсюда, и все, ну, естественно, какая-то группа еще заинтересована как адвокаты, и некоторые, скажем так, владельцы предприятий, допустим, которые, курицы там, это вот, куриные предприятия были, рейды недавно, они заинтересованы чисто материально в этом, а остальное это поливы, внутриполитическая борьба. Если позволите, я просто добавлю, я с вами согласен по всем вопросам, я просто немножко добавлю еще один пункт, когда вы сказали, что вот эта вся билиберда с эмиграцией, это чтобы насолить Трампу, вот тут я немножко с вами не то, чтобы поспорю, просто добавлю, ведь проблемы нелегальной эмиграции начались задолго до Трампа, задолго, я вам скажу больше, они начались задолго до Обамы, задолго до Буша, задолго до Клинтона, вот, задолго даже до Регина, то есть, это проблема, которая существует очень-очень много лет, разница только в том, что борьба с нелегальными эмигрантами приносит, вернее, не борьба, а сам факт того, что демократы мирятся с нелегальными эмигрантами, это абсолютно все сводится к одному, они пытаются заместить те, тот свой электорат, который они потеряли, они его пытаются возместить за счет нелегальной эмиграции, вот в чем дело, дело не в том, что они хотят победить Трампа, а именно то, что касается нелегальной эмиграции, они поэтому это все приветствуют, потому что, в принципе, республиканцы не особенно чешут свои репы по этому поводу, они не особенно заморачиваются, по крайней мере, до прихода Трампа, имели уже несколько возможностей как-то что-то сделать с этой эмиграцией, опять же, мы же знаем факт того, что когда-то, даже во времена Рейгана, такого замечательного республиканца, как покойный Рональд Рейган, когда он хотел сделать какую-то эмиграционную реформу, демократы и тут его, в принципе, вшкварили, пообещав, что давай сначала амнистируем всех тех, которые уже есть в Америке, а потом мы обещаем решить эту проблему. И Рейган, будучи человеком порядочным, не скажу наивным, просто человеком порядочным, поверил демократам, амнистировал два с половиной миллиона нелегальных иммигрантов, после чего получил большой кукиш от демократов, никаких эмиграционных реформ они так и не провели, и вместо двух с половиной миллионов нелегалов мы получили, как говорят демократы на сегодняшний день 11-12, но я думаю, что их всех где-то миллионов 25-30, если даже не больше. Ну, а я же говорю, а республиканцы не особенно заморачивались по этому поводу, потому что сами республиканцы очень серьезно завязаны с большими предприятиями, которым нужны нелегалы для того, чтобы экономить деньги на рабочей силе, и поэтому в принципе получилось как-то вот так вот, до тех пор, пока не пришел Трамп, и вот тут, когда пришел Трамп, вот тут началось вот это осушение болота, и поэтому, конечно, все демократы взбеленились, и сегодня они считают его врагом номер один, и настолько упала планка, что они уже не видят, то есть, вот абсолютно у них нет никаких задач, якобы, как только вот сбросить Трампа, причем любыми путями, но, слава Богу, у них это не очень сильно получается, поэтому, как говорится, будем посмотреть, сейчас мы уйдем на Station ID, рекламную паузу, а потом вернемся, и обязательно продолжим наше общение, оставайтесь с нами. Ну вот, дорогие друзья, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу, номер телефона в студии 847-400-5200, а перед тем, что я продолжу нашу тему, хотел бы ответить на заметку, не заметку, а записку одного из наших постоянных радиослушателей из Израиля, за что ему огромное спасибо Питеру Валевскому, а Питер написал такую вот мысль подал, а нельзя ли от судей этих апелляционных судов лишить лицензии за элементарное незнание законов, Питер, я вам скажу такую вещь, если бы эта петиция вдруг начала циркулировать в Америке, в Соединенных Штатах, я бы, наверное, был первым, который подписал бы эту петицию, но, к сожалению, в том-то и вся проблема, что эти судьи прекрасно знают законы, и они прекрасно умеют ими апеллировать, мы же все выходцы из бывшего Советского Союза знаем, что закон это как дышло, куда повернул, туда и вышло, поэтому эти судьи, которые являются не выборными судьями, а назначенными президентом судьями, и в принципе им так особенно ничего не грозит, ну вот поэтому они так бесстрашно борются за идеологию тех, которые их назначили, поэтому законы они знают прекрасно, но они очень хорошо умеют ими апеллировать, и поэтому слава Богу у нас в стране есть все-таки Верховный суд, который ну иногда указывает этим апелляционным судьям на их места, как говорил когда-то Николай Фоменко, клизма, знай свое место, ну и вот так оно и происходит, сейчас мы примем звонок, добрый день, вы в эфире, Толя, добрый день, рад видеть, я прошу прощения, может быть, вы уже освещали эту тему, я только включился, что-нибудь известно по Надлеру, импичменту, да, 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 сейчас будем обсуждать, спасибо, спасибо, ну в общем, короче, да, мы, я думаю, эту тему мы закончим, я только хочу закончить свою мысль, почему вот это решение Верховного суда настолько, во-первых, важно, а во-вторых, является хорошей новостью, мы все помним, что буквально пару дней назад оба представителя от республиканской партии выиграли места в палате представителей в своих округах в штате Северная Каролина. Это было огромное, действительно, очень огромнейшая победа не только республиканцев, конечно же, Трампа в первую очередь, почему, потому что на сегодняшний день ему, будем говорить так, дай Бог, если его перезберут на следующий срок, ему нужны каждый голос, как в палате представителей, так и в Сенате, для того, чтобы как-то продолжать свою программу, поэтому это была огромнейшая победа, которая, в принципе, заткнула рты и средством массовой информации, и пропагандистам, и представителям демократической партии, это была очень, очень большая победа. Теперь, в совокупности с этой победой, еще одна победа Трампа, вот, именно в решении Верховного Суда, все вместе, это просто является таким красной тряпкой для демократов, которая их бесит до такой степени, что вы себе не представляете, у них крыша просто не то, что едет, не то, что падает, она у них просто обтекает, эта крыша от злости, и, так как сегодня вечером на канале ABC состоятся дебаты, причем, я вам пообещал, что я буду их смотреть, и вам буду об этом рассказывать, скажу вам честно, не знаю ли я выдержу, я почему-то забыл абсолютно, что это будет дебаты десяти человек на сцене одновременно, и это будет длиться три часа, поэтому, вряд ли я сегодня буду тратить три часа своего собственного времени для того, чтобы слушать этих маразматов, слишком много для них честей, но, тем не менее, могу себе представить, что, вот, понимаете, какая интересная вещь, значит, демократы постоянно говорят одно и то же, Трамп, он постоянно нарушает законы, он ничего не делает, он дает обещания, которые он не выполняет, и так далее, да, и каждый раз их садят в лужу вот такими очередными победами Трампа, тем не менее, и при этом сами демократы абсолютно, вот, назовите мне за последние два с половиной, три года уже, назовите мне какую-либо полезную вещь, которую сделала демпартия, имея большинство в палате представителей, для страны, вот, назовите одну полезную вещь, вряд ли вы сможете это сделать, потому что все, чем демократы занимались эти три года, это попытками избавиться от Трампа, и все эти попытки приводили ни к чему, и вот тут мы подходим к вопросу Юры о том, что же происходит с Надлером, с импичментом и так далее, так вот, после, как мы уже говорили, после шестинедельного отдыха, набравшись сил и здоровья, демократы первым делом завопили импичмент, и, конечно же, вопит кто? Надлар, почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что ни Нэнси Полоси, ни Чак Шумер, ни один здравомыслящий демократ, какой бы он ни был левый, они не хотят заниматься этим импичментом по двум причинам. Первое, они помнят, что произошло с Белым Клинтоном в 98-м году, когда республиканцы его пытались импичь, у них это не получилось, и, тем не менее, его общий рейтинг, я имею в виду Белла Клинтона, поднялся до 70%, это проблема номер один для демократов. Добрый день, вы в эфире. Толик, привет, Олег. Привет, Лешка. У меня к тебе есть предложение. Я за тебя замуж не пойду. Не надо, я тебя и так люблю беззамужно. Окей, давай. Ты когда сказал про дебаты сегодняшние, у меня сразу мысль появилась, боже, три часа слушать. И когда ты сказал, что ты не выдержишь, давай сделаем компромисс. Ты завтра придешь в 12 часов, разделишь наши дебаты с Сережей в эфире, ты расскажешь про первую половину, а я про вторую, полтора часа. и таким образом мы покроем все дебаты. Весь этот бред, который они будут нести, причем мы заранее уже знаем, чем они будут говорить. Орешка, поверь мне, я думаю, что если не ты, не я не будем смотреть дебаты, мы завтра не промахнемся. Самое интересное, я жду начала дебатов. Вот первый, вот только когда они будут жать руки, почему, потому что я помню, как в прошлый раз Берни Сандерс подошел к Хамелу Хэррис и говорит, go easy on me, kid. Да. То есть не добивай меня так как в прошлые разы. Да, 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 да. Ну, в общем, посмотрим. Давай, спасибо, Орешка. Давай, пока. Да, в общем, теперь, Джерри, то есть ни Нэнси Полоси, ни Чак Шумер не хотят они этого импичмента, потому что они знают, что, во-первых, это может очень серьезно отразиться на том, что рейтинг Трампа пойдет еще больше вверх. Это раз. Во-вторых, дело в том, что мы прекрасно понимаем, что у нас в Сенате все равно большинство республиканцев и республиканцы на сегодняшний день, может быть, если бы это было в начале первого года президентства Трампа, может быть, еще можно было как-то, переваливаясь ноги на ногу, подумать, что Макканнелл сдаст Трампа под импичмент. Но сегодня, на третьем году его президентства, при всех его заслугах, я имею в виду Трампа, при том, что у него рейтинг среди республиканцев 92% сегодня, вряд ли, я очень сомневаюсь, что Макканнелл пойдет на то, чтобы сдать Трампа. Поэтому, все равно, это дело, как говорится, застрянет в Сенате. Оно просто забуксует в Сенате и никуда дальше не пойдет. Это вторая причина. И третья причина, если почитать все опросники, которые сегодня существуют, такие, я имею в виду серьезные опросники, типа Расмуссен Пол, типа Клэр Палетекс Пол и так далее, то большинство народа вообще в Америке не хотят, чтобы демократы занимались импичментом. Не хотят, включая демократов. Почему? Потому что людей не интересует сбросить Трампа. Это буквально может быть процентов, то есть, из того, что было опрошено, буквально 18% всех опрошенных, которые сказали, да, мы хотим избавиться от Трампа. Все остальные, они не хотят этого. Оно им не нужно, оно им не интересно. Каждый, знаете как, у каждого болится за свое. У них не болит о Трампе. У них болит о том, что произойдет с здравоохранением, со страховками на здравоохранение. Их волнует еще будут ли какие-то налоговые реформы. Их волнует то, что сегодня произойдет с эмиграцией, или не с эмиграцией, а с нелегальной эмиграцией. То есть, вот это те вопросы, которые американцам действительно волнуют. Причем, если раньше их волновали вопросы о том, откуда появится завтра копейка, где они заработают и так далее, у них сегодня этот вопрос не стоит по одной простой причине. Трамп привел страну к абсолютной, практически абсолютной полной занятости людей на работе, включая и чернокожих, и Китай, азиатов, и в общем любую группу людей, женщин, suburban women. То есть, на сегодняшний день самая, вы знаете, самая низкая безработица. Мало этого, даже при самой низкой безработице мы продолжаем создавать рабочие места. Давайте приемем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно говорить? Пожалуйста. Новая волна? Да, народная волна. Народная волна, да? Да. Да, это у меня там вопрос один. Так, пожалуйста, огласите ваш вопрос. как вопрос? вот две партии существуют, то есть, республиканская и демократическая. Если бы еще одна партия основная была, как бы? Я вам скажу, как. Знаете, как в анекдоте, два еврея, три синагоги. В эту я хожу, а в ту не ногой. Вот и все. То есть, нам еще не хватало третьих. Могла быть еще одна партия? Могла быть, у нас она и в принципе была, в свое время, это была либертарианская партия, она и сегодня в принципе есть. Она не пользуется большим успехом, но тем не менее она есть. Да? Да? Вот это у меня такое вот. Я понял. Спасибо большое. До свидания. Итак, значит, их действительно, их не интересует импичмент. тем не менее, Джерри Недлер, вот он поставил перед собой цель всей своей жизни. Такое впечатление, как будто, если он не проведет импичмент, он не доживет до своего следующего дня рождения. Вот честно, такое вот создается такое впечатление. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, добрый день. Привет, Элакс, привет. Я вчера звонил, мне обещали посмешить меня, вы знаете, я только сел машином, что я спит в утро работал в Конкакит, немножко далековато. До сих пор. И я услышал две новости. Одна интересная друг, ну про импичин, вы знаете, а вторая новость, что кто-то зачем-то Израиль шпионил за Трампом, за его имейлами, за его разговорами. И это же интересно, что такая новость проточилась, мне еще недели осталось выбор в Израиле, чтобы еще его, это вообще, этот, демократы, ну я уже не знаю, не то, что ниже пола, уже хуже, это же ихняя работа, это 100%. Конечно. Меньше, чем на неделю, шпионили. Ну уже шпионили за Трампом, и зачем? Они имеют все, что не хотят от него. Ну в общем, в этом, да, да, ну помните, был же такой, было такое выражение, фраза такая в Советском Союзе, у нас руки длинные. Ну вот они показывают свою длину своих рук, лучше бы они показали длину своей одной мозговой извилины, но не получается, поэтому... Не получится. Да, спасибо, Элок, спасибо. Итак, значит, Недлар все-таки решает пробиться вперед. Теперь, что он делает? Есть, есть в американском законодательстве или в Конституции, есть такое понятие. Президенту можно объявить импичмент только в трех случаях. Так? Первый случай, это измена Родины. Второй случай, это какое-то криминальное действие. И третий случай, это... Как это перевести правильно по-русски, с английского языка? Ненадлежащее исполнение обязанностей. Давайте говорить так. Ну, я перевожу, как говорится, близко к тексту. Так вот, давайте проследим за тем, что же происходило. Вначале его пытались импич... А, да, еще прошу прощения, значит, за... Ну, в общем, эти... состояние психики. Вот. Значит, первое, что его пытались сделать в самом-самом начале, мы все знаем, это провести через измену Родины, за то, что он якобы связался с русскими. Не пол... Недлер подал первую заявку на голосование на начало импичмент-процесса. Эта заявка провалилась с треском. Вторую заявку Недлер подал на голосование, это уже было в связи с препятствием правосудию. Абстракшн прошли слушания Баба Мауэра, и стало коню понятно, что никакого препятствия правосудию не было. То есть, с этим тоже не получилось. Третье, попытались пригласить на CNN, на MSNBC, так называемых, я говорю, так называемых психиатров, потому что ни один нормальный уважающий себя врач лицензированный не пойдет заниматься вот такой ахинеей, которую они несли на этих двух каналах CNN и MSNBC, никогда не разговаривая с Трампом, никогда его не без осмотра, без каких-то ревизий, они кричали, что он сумасшедший, что видно по нему, и слышно по нему, и так далее. То есть, полнейшая галиматья, попробовали протащить вот это голосование тоже не получилось. Теперь получается лажа у Джерри Недлера в чем? А за что дальше? Вот мы сегодня будем, хотим ему сделать импичмент, а на основании чего? Мы не можем просто так сделать ему импичмент, на основании чего будем делать. Так вот, сегодня, вы помните, я в первом сегменте, я вам сказал, что демократы не останавливаются ни перед чем, вплоть до нарушения законов, порядков, и пытаясь изменить законы для своей собственной выгоды, так вот, теперь, сегодня, в юридическом комитете палаты представителей должно пройти слушание. Слушание по поводу того, что появилась новая идея или причина, в кавычках, за что мы можем сделать импичмент Трампу, и как вы думаете, какая это причина? Если вы, вряд ли вы угадаете, если вы только не слушали то, что там сегодня происходило, я получил большое удовольствие. Значит, они пытаются сегодня проголосовать за начало процесса импичмента, то есть, они не голосуют за импичмент, потому что для того, чтобы объявить человеку импичмент, нужен сначала процесс. Так вот, сегодня голосуют за то, чтобы начать процесс импичмента за коррумпированность президента. Представляете? Значит, Трамп коррумпированный президент, и теперь вот как они это все объясняют. Кстати, если вы думали, вот если вы действительно люди, которые постоянно следят за новостями, вы знаете, да, что вот когда была, стала проблема с ураганом Дориан, там сначала было непонятно, куда этот ураган может направиться, он может быть направлен и на Флориду, и на Джорджию, и на Южную Каролину, Северную Каролину, но точно так же, то есть, он мог пойти как бы как на север, он точно так же мог пойти на запад. Запад это через мексиканский, вернее, через залив Гольфа на такие штаты, как Миссисипи, Алабама и я не помню какой там еще третий штат, по-моему, Луизиана, вот. Это те штаты, которые находятся вот именно в заливе. Так вот, мы все знаем, что где-то неделю кто-то пытался вменить Трампу то, что он сказал, что этот ураган может направиться и дойти до Алабамы. И как-то кто-то на карте так, когда обозначали территорию вот ту, куда, на что мог или на которую мог обрушиться ураган, ну, вот, как бы добавили штат Алабаму. Причем, смотрите, как интересно, уже есть транскрипты, что когда Трамп об этом говорил, он сказал так, я попробую почти процитировать, но очень близко-близко к тексту. Трамп сказал, что приближается страшнейший ураган, один из самых сильных ураганов за историю нашей страны, и так как мы знаем, что его категория может достигнуть категории 5, но траектория его направления очень непонятна, и поэтому его, он может как пойти в штаты Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина, точно так же он может пойти по траектории Флорида, Миссисипи, Луизиана и Алабам. Так, это был его, это цитата, ну, приближенная к тексту. Теперь, что сделали демократы в средствах массовой информации? Они убрали из его цитаты все то, о чем он говорил, и оставили только две вещи. Самый страшный ураган за историю Америки обрушится на штат Алабама. И кто-то на карте вот этой территории урагана дописал фломастером черным, дописал еще, обвел такой полоской обвел штат Алабама. Окей? И тут же, тут же, как только это произошло, во всех средствах массовой информации кричали, вот вам, пожалуйста, вот он обманщик, вот он человек, который пытается нас запугать, обмануть. В общем, обвинили его во всех тяжких, причем прекрасно зная то, что он говорил совсем не так. Так вот, теперь, дорогие мои друзья, вы только вдумайтесь, сегодня Недлер предложил проголосовать за начало импичмент процесс, за то, что Трамп коррумпирован, а коррумпирован он тем, что он обманывает свое собственное население. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. И еще одна там была причина для коррупции, это то, что у него есть частная собственность в Ирландии. Так вот, когда летел Майк Пенс, наш вице-президент, в том направлении, значит, сопровождающие его пилоты, истребители, охрана, им пришлось сесть на перезаправку горючего, как раз вот в районе Ирландии, и им было предложено, пожалуйста, остановитесь в этой частной собственности, вот в этой, на территории частной собственности Трампа. и тут же средства массовой информации заколотили в барабаны и во все колокола о том, что вот вам, пожалуйста, Трамп обдирает нашу страну до копейки, он всех заставляет использовать свои владения и за это получает деньги. Так вот, сегодня Джейри Недлер решил, что вот то, что он придумал как коррупцию, будет хватит на то, чтобы начать процесс импичмента Трампа. Теперь должен вам признаться, честно, вот на этом я вынужден был покинуть свой просмотр новостей, потому что мне нужно было ехать в студию, поэтому если честно, я не знаю результат этого голосования, поэтому если кто-то из вас слышал в новостях или может быть даже смотрел этот, вот это голосование, пожалуйста, с удовольствием позвоните 847-400-5200, дайте мне знать чем оно закончилось, иначе если нет, то завтра вам обязательно Сережа и Олег расскажут о том, что произошло сегодня в этом голосовании. Ну, вот так, чтобы вы поняли, дорогие мои, вот, что значит для демократов законы, они для них не значат ровным счетом ничего, демократы готовы нарушить любой закон, поменять любой закон, поменять конституцию, только для того, чтобы было выгодно им заниматься тем, чем хотят заниматься они. так вот, те два факта, что, во-первых, победили республиканцы от Северной Каролины в выборах Палату Представителей, и тем, что сегодня объявил Верховный суд по поводу вот этой иммиграционного вопроса, вот, все это играет, как, ну, как нельзя лучше именно на руку Трампу и его администрации, потому что пока демократы занимаются абсолютно идиотским, абсолютно ненужным, никчемным, ничем не вызванным импичментом, пока они вот складывают все свои, как говорится, все свое богатство, вот в эту одну корзинку Трамп выполняет обещания одно за другим, одно за другим. Мало этого, должен вам дать еще одну радостную новость. Значит, уже было построено новых 65 миль стены на границе с Мексикой. 65 миль, дорогие мои, это очень большое расстояние, особенно учесть, что это идет вдоль очень таких странных территорий, это вот, если, допустим, кто-то захотел бы эту стену объехать, ему бы пришлось там полдня потратить, чтобы объехать вот этот кусок. А пока что стена строится, деньги переведены, ну вот, так, давайте так, в этом месте, на этой позитивной ноте мы сейчас сделаем перерыв, ну а потом вернемся, обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и возвращаемся после рекламной паузы, мы говорили о том, что же происходит сегодня, вот именно в юридическом комитете Конгресса, и сейчас, одну секундочку, вот так, и так, вот мне тут нашептали на ушко о том, что голосование прошло, предложение Недлора было принято, ну, в принципе, мы этого и ожидали, почему? Потому что вы все знаете, что палата представителей на сегодняшний день принадлежит демократам, там у них большинство, ну и как и в принципе во всей палате представителей, в юридическом комитете большинство демократов, поэтому, конечно же, республиканцы не смогли добиться того, чтобы отменить это голосование, но, тем не менее, вот именно то, о чем мы говорили, смотрите, значит, для того, чтобы начать процесс импичмент, для этого должен проголосовать полностью весь Конгресс, мы знаем, что Конгресс состоит из Нижней Палаты, Палаты представителей и Верхней Палаты, так называемый Сенат, так вот, весь Конгресс должен проголосовать за начало процесса импичмента. Демократы понимали прекрасно, что, поставив это голосование на весь Конгресс, то есть, поставив этот вопрос на голосование во всем Конгрессе, они это, скорее всего, бы проиграли, почему? потому, потому, что это уже произошло дважды, поэтому они решили, нарушая все законы и правила, они решили провести вот это голосование только в юридической палате, прекрасно понимая, что у них большинство в этой палате. Так вот, первым делом они нарушили этот закон, вторым делом они нарушили закон того, что, по какой причине они имеют право объявлять или начинать процесс импичмента. Опять же, коррупционность не является одной из причин для начатия импичмента. То есть, что они теперь будут делать, они теперь до самых переговоров, никто, конечно, опять же, все понимают о том, что импичмента не будет, но зато теперь у них появилась такая возможность, вот как они нам два с половиной года долдонили о том, что Трамп Калужин, Раша, Абстракшен и Частас, вот теперь они нам будут в следующий год, аж до выборов, они нам будут долдонить о том, что идет процесс импичмента и что Трамп находится под процессом импичмента и что вот сегодня мы будем вести так называемые расследования, для этого мы имеем право вызывать определенных свидетелей, в общем, короче говоря, дорогие мои друзья, галиматия абсолютнейшая, но, тем не менее, опять же, даже это на руку Трампу и республиканской партии, чисто потому, что вот все то, что они делают, я имею ввиду демократы, это абсолютно не увязывается с тем, что от них требуют их же, и их избирателей, и основная масса проживающих в Америке, то есть, да, есть какая-то база, вот то, о чем я говорил, 18% абсолютно сумасшедших радикалов, левых, которые кричат и просто спят и видят, хотим импичмент, ну, вот, один из наших таковых в нашей общине является, есть такой, вы знаете, мы его часто имя упоминаем, надеюсь, ему не очень и кается, потому, что иначе просто захлебнется, а есть такой у нас тут, Ленька Могилевский, который, ну, вот он уже третий год, четвертый год, он уже ждет этого импичмента и никак не может дождаться. Ну, в общем, это то, что происходит сегодня в Палате представителей, то, что происходит сегодня у нас в стране. Давайте прием звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, в большинстве уважения к вашему радио, потому, что у меня был личный опыт посещения Майами, к сожалению, на то, что я там увидел, то такое впечатление, что там просто Москва переселилась полностью в Майами. Я хотел обратить ваше внимание при всем уважении, ну, хотел бы с вами поспорить, но мне, к сожалению, нечем. Почему? потому, 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 что Обама фактически, ну, как бы он там не говорил в отношениях, но Трамп лучше, ну, по делам в пользу Украины. Хотел обратить ваше внимание на следующее. Вы, ну, либо вы не знаете, либо вы умышленно это уходите в сторону. У нас пошла такая информация, что главы комитетов Сенатов написали письмо в исполнительные органы ну, американской власти о том, чтобы не уничтожали стенограмму переговора Трампа с Деленским, ну, и так далее, и так далее. Там суть такая, что Джон Байден был на Украине, его сын, и, к сожалению, там был возвязан в финансовые дела. И Трамп, используя свое положение, он требовал от Украины вот эти сведения компромат на сына Байдена. Пожалуйста, осветите вот этот момент с уважением кефиру, я не забираю ваше время. Спасибо большое. Лучше радио Чикаго с уважением. Спасибо большое вам. Спасибо. Да, я честно скажу, я не большой специалист по Украине, но, тем не менее, будучи из Киева родом, конечно же, я интересуюсь тем, что там происходит. И, да, я слышал, что вроде бы администрация там, Трампа, оказывала давление на администрацию Зеленского в том, чтобы сохранить тот компромат, который произошел во время нахождения Байдена на Украине. Я вам скажу, я прокомментирую чисто от себя свое личное мнение. Значит, был ли такой компромат или нет, в принципе, мне лично, для меня лично, это не имеет никакого большого значения, объясню, почему. Компромат, как таковой, конечно же, всегда лучше иметь, чем не иметь. но, вы понимаете, Байден, будучи абсолютно, как вам сказать, странным человеком, я никогда не слышал, чтобы американский политик настолько хвастался тем, что по его настоянию был уволен генеральный прокурор. Вот, я, ну, никогда. мы помогаем, я не думаю, в смысле Америка, помогаем, вы сами знаете, очень многим странам, и, конечно же, есть какие-то рычаги давления, финансовые, политические и так далее, но, чтобы кто-то из американских политиков хвастался тем, что по его настоянию был уволен там, какой-то генеральный прокурор или какая-то еще политическая фигура, обычно, если это происходит, это происходит очень тихо, мирно, под, как говорится, под покровом ночи, никто об этом не знает, никто этого не слышит. Здесь же, в принципе, компромат нужен для чего? Чтобы узнать только одно, четко, какие были связи у Байдена и у его сына, ну, скорее всего, у Байдена, потому что сын Байдена это вообще никто, ничто, и звать его никак, в принципе. Поэтому, какие были все-таки связи у Байдена с администрацией, с украинской администрацией в свое время? Понимаете? Да, нужен компромат, было бы неплохо его иметь, но, имея ту информацию, которую сегодня полно в администрации Трампа о Украине и о том, что там происходило во время Байдена, ему абсолютно, то есть, даже если этой компроматы этого не будет, поверьте мне, там достаточно всякой ерунды, которая упадет Байдену как снег на голову, если он решит все-таки остаться в гонке. И поверьте мне, мало ему, я просто, уже на секундочку, мы все знаем, что такое Трамп и как он умеет воевать. Поэтому Байдену там еще, прошу прощения, летать и летать до Трампа. Поэтому было ли такое письмо? Может быть. Давили ли на администрацию Зеленского? Может быть. Но вы знаете, вы меня извините, я, в принципе, мне Зеленский и его администрация абсолютно, я к ней отношусь абсолютно спокойно. Почему? Потому что меня это не касается, честно. Но такое впечатление, что на Зеленского давят со всех сторон. Обвиняют в том, что на Зеленского давят с одной стороны Коломойский, с той стороны Медведчук, с этой стороны Путин, а тут уже вдруг приписали Трампа. Я думаю, что человек, который пытается быть президентом страны, должен немножко как-то поставить себя так, чтобы на него невозможно было давить. И если он пытается это сделать сейчас с Трампом, думаю, не совсем правильное решение по одной простой причине. На сегодняшний день, для того, чтобы ему стать, то есть, опять же, он должен выбрать. Если у него крыша это Коломойский, ну, значит, файн, тогда иди работай с Коломойским. Если же ты собираешься как-то налаживать какие-то отношения, внешнюю политику с Америкой, с Европой и так далее, ну, нужно себя как-то немножко ставить более в такую твердую позицию. Поэтому было оно на самом деле или нет, была ли это утка, честно, я это письмо не видел, никто это письмо не показывает. Да, разговоры идут, что вот было письмо такое к Зеленскому. Чего бы они писали этому Зеленскому, честно, я не знаю. Просто чисто логически оно как-то у меня не совпадает. Конечно же, это можно повернуть в любом направлении. Те, которые за Зеленского кричат, что на него давят, те, которые против Зеленского кричат, что он ерундой занимается. Ну, время покажет. Добрый день, вы уезжали. Здравствуй. Анатолий. Да. Я хотел просто подумал, почему демократы именно сейчас пошли на такую вообще комбинацию. Дело в том, что, скорее всего, это связано с их попыткой завалить Трампа через его налоговые декларации, потому что их везде посылают. Их посылает Министерство финансовых, посылает банки. У них нет никакого формального повода добиваться выдачи его документов. И они себе придумали этот повод. под шумок, что идет расследование в импичменте, они пытаются затребовать его декларации снова. конечно, это доховый номер, но просто само по себе она играет проблемными картами. Она омерзительна. По-моему, все американцы от этого настолько устали, от этого мерзкого конгресса с мерзкими демократами во главе. Спасибо. Спасибо вам огромное. Вы абсолютно правы. Я тоже думаю, что это, конечно же, одна из причин, потому что они, опять же, вы понимаете, самое интересное то, что на сегодняшний день демократы спят и видят получить его финансовые бумаги. Значит, во-первых, как вы сказали правильно, это дохлый номер. Почему? Потому что для этого нужна очень серьезная подоплека. То, что они сейчас завели на него как бы импичмент в связи с коррупцией, нет такого, нет, когда-то в Союзе был такой хороший, детский, анекдот. В детском садике Иванов опять отписался, тренера рядом не очереди. Иванов говорит, во-первых, не отписался, а компотом облили, а во-вторых, нет такой статьи. Понимаете, поэтому нет такой статьи для импичмента, а то, что они придумали, да, они придумали, сейчас они будут бить копытами землю, пытаться добыть какую-то информацию. Вы поймите, ничего же не меняется, информацию, чтобы добыть такого рода. Для этого нужно идти через суды. А вот суды, это уже немножко более серьезная инстанция, и там он может дойти и до Верховного Суда, и так далее. Почему? Потому что нигде, нигде, ни в каких законах не написано о том, что политическая фигура обязана представить свои финансовые отчеты. Нигде, такого нет. то есть, вот все те, которые говорят, а вот я представил, а вот Обама представил, а вот тот представил, ну окей, хорошо, это все было сделано волонтерски, люди захотели, они представили, ну и что, но это же не значит, что я обязан делать то же самое, понимаете. поэтому, конечно, это, что я могу сказать, лучше бы они действительно сделали что-нибудь для людей и как-то облегчили бы людям жизнь в смысле того, чтобы занялись бы действительно иммиграционной реформой, и занялись бы реформой здравоохранения, никто это трогать не хочет, никто это трогать не будет, и, если честно, я боюсь, что даже если выберут, переизберут Трампа на следующий срок, тоже будет волокита со всеми этими реформами, хотя у Трампа в этот момент будут руки намного более развязаны. Добрый день, вы в эфире. Извините, а у меня такой вопрос, а вообще закон, Конгресс выпустил хоть один закон, который бы прошел и Конгресс, и Сенат, и подписан бы был Трампом. Нет, вообще что-то, нет, вообще ничего, вообще ничего. Короткий ответ. Что это государство, в общем-то, сейчас, в данный момент, мы как налогоплательщики платим совершенно сумасшедшие деньги. Да? За то, что люди просто сидят и ничего не, и в принципе ничего не делают. Отсюда у меня к вам совет. Пытайтесь выбраться в палату представителей. Это то же самое, что это. Точно так же, как и вы, пойду проголосую. Вы не поняли, что я сказал. Я говорю, отсюда вывод. Надо идти избираться в палату представителей, тоже сидеть, ничего не делать и получают сумасшедшие деньги. Вот и все. Но это невозможно. Ну, в нашей ситуации это невозможно. Вообще, даже удивительно, что в нашей русской общине нет ни одного человека, который бы хотя бы попытался это сделать. А вот у нас в Чикаго, вы знаете, говорят, что какое-то очень большое количество русской общины. Да. и здесь русские, украинцы, и я уверен, что вас слушают и литовцы, и латыши, и, в общем-то, люди, которые тоже понимают по-русски. Да. ни одного человека из всей этой огромной комиссии. Не-не-не, Чикаго, Иллиной вообще, штат, не тот, где можно что-то сделать, будучи республиканцем. Вот в чем проблема. К сожалению. Так же, как, в принципе, и Калифорния. Ну, вы знаете, вы знаете, даже, я не говорю про Конгресс, Конгресс страны, но даже не Конгресс Иллиной. Даже Конгресс Иллиной. Не в каком-то Зиленге или Баффало-Гроф, где, ну, наверное, мне кажется, уже 50-60% русских. Давайте я быстро, у меня очень мало времени, я вам дам просто одну, опять же, информацию. Вот хотите, верьте, хотите, нет. В Баффало-Гроф, когда шли окружные выборы, даже не было республиканца, который бы шел на вот выборы, а были одни демократы. Вот вам, пожалуйста, это ответ на ваш вопрос. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, ровно 10 секунд с вами попрощаться, поблагодарить вас за ваше участие, за то, что вы с нами, за то, что вы слушаете нас и будьте мне здоровы и обязательно услышимся в следующий раз. Всего хорошего.